В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Европротокол, как оформить ДТП, не вызывая полицию. Молоко с мёдом и крепкий здоровый сон, как жители нашего города борются с простудой. Скоро в школу тёплый дом проводит акцию для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Далее расскажем обо всём подробно. Несколько лет назад в нашей стране внедрили Европротокол, документ, который позволяет в некоторых случаях оформить ДТП без вызова сотрудника ГИБДД. Но до сих пор в нашем городе многие водители, попав в аварию, начинают первым делом звонить дежурную часть. Не все знают, как именно нужно составлять документ. О нюансах оформления Европротокола расскажем далее. Оформить ДТП по Европротоколу водители могут только в том случае, если в аварии нет пострадавших, вред причинён только двум автомобилям, все водители остались на месте, у каждого есть полис ОСАГО, ущерб не превышает 100 тысяч рублей. К тому же у участников не должно быть разногласий при описании обстоятельств ДТП. Во-первых, нужно зафиксировать местоположение транссредств на проезжей части, в том числе с помощью средств фото- и видеофиксации. А попросту, проще говоря, сделать несколько обзорных снимков с разных ракурсов, для того, чтобы потом можно было восстановить положение транссредств на проезжей части к объектам дорожной инфраструктуры, к краю проезжей части. Если попавшие в аварию автомобили мешают проезду, после съёмки их необходимо убрать. Оценив ущерб, участники могут приступать уже непосредственно к заполнению Европротокола. Его бланк должен выдавать страховой агент при заключении договора ОСАГО. Актуальную форму документа можно скачать и в интернете. Тогда они, взяв извещение о дорожно-трассном происшествии, сев за стол и взяв в руки документы, самостоятельно заполняют вот это извещение. Здесь ничего сложного нет. Записать всё нужно без ошибок, иначе страховая компания может отказать в возмещении ущерба. Оформив Европротокол, водителям нужно обращаться к страховщику. Сделать это надо в течение пяти дней. Ремонтировать автомобиль можно только спустя 15 календарных дней после аварии. Европротокол, конечно, экономит время. А это в нашей жизни самое главное сейчас. Значит, проще оформлять дорожно-трассное происшествие. Не нужно к нам приходить, не нужно ждать, пока сотрудники полиции оформят необходимые документы. Если же ущерб более 100 тысяч рублей и не все участники согласны с обстоятельствами произошедшего, то водители на листе А4 должны составить схему ДТП. На ней нужно нарисовать, как автомобили располагаются на проезжей части, указать примерную ширину дороги, показать стрелками движения и отметить место удара. Сюда же нужно вписать дату и время аварии, марки и номера машин, фамилии, имена и отчества водителей. Схему вместе с фотографиями с места происшествия нужно предоставить сотрудникам ГИБДД. Полицейский заполнит все необходимые для страховой компании документы. Дом разваливается по пешеходной дорожке, ездят машины, а двор не благоустраивали уже много лет. С такими проблемами в нашу рубрику «Городской дозор» обратились жильцы дома 12 по улице Александровича. Ремонт территории они стараются делать своими силами, но не все работы могут выполнить самостоятельно. Ждать ли помощи от городских служб, выясняла наша съемочная группа. Тамара Никифоровна на улице Александровича живет более 60 лет, а дому под номером 12 уже почти 70. По словам женщины, ремонт двора и домов на протяжении всего времени ни разу не проводился. Единственный двор со всего города неблагоустроенный, ничего, везде провалы, везде грязь одна. Помимо этих проблем, жители волнуют, что их двор постепенно превращается в свалку. Три недели назад в доме номер 12 по улице Александровича ремонтировали крышу. Работу закончили, а мусор строители за собой не убрали. Ну почему они убирают-то? Я не понимаю. Каждый, наверное, должен за собой убирать. Сразу убирать все это дело-то. Почему? Вот окна ставят, они за собой сразу убирают мусор. А это что? Кому-то надо? Нам надо. Тут дети бегают, тут гвозди, тут все. Пока жители дома 12 по улице Александровича жаловались нам на свои проблемы, во двор прибыл уборочный трактор и грузовая машина. И вот с минуты на минуту они начнут убирать мусор. Мусор убран, а что делать с другими проблемами? Дом практически разваливается, лестница скошена, а поручень заржавел и совсем прогнулся. Как пообещали в центре ЖКХ, в ближайшее время в доме номер 12 по улице Александровича будут выполнены все работы по ремонту здания. Ну запланировано, ну ремонт крыльца, там небольшой просто ремонт плеточного покрытия, подступенок, замена поручня и оштукатуривание цоколя, ремонт цоколя с покраской. Все это будет выполнено до конца августа. А вот благоустройства двора в планах нет, так как по заверению представителей администрации города в этом нет смысла. Весь район Александровича включен в программу развития застроенных территорий. Это значит, что в обозримом будущем он полностью изменит свой облик. На месте старых двухэтажек появятся современные дома, рядом с которыми обустроят удобные и функциональные дворовые площадки. А пока обитателям Александровича придется потерпеть. Как долго, покажет время. В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи. Теперь за подобное нарушение россиянам грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от 3 месяцев до 1 года. Эти меры применят в том случае, если люди сознательно мешают врачам, но в результате помощь пациенту все-таки оказывается. Если же действия граждан повлекут гибель тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи, нарушителям будет грозить уголовная ответственность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. У россиян появится возможность самостоятельно заказать и получить регистрационные номера на автомобиль у изготовителей этих знаков. Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин. Документы вступят в силу с 1 января 2020 года. Порядок регистрации автомобиля останется прежним, но с одним исключением. В отделе ГИБДД можно будет получить лишь набор букв и цифры регистрационного знака. Саму планку будут делать частные компании. Центр занятости приглашает безработных саровчан в возрасте от 56 лет для мужчин и от 51 года для женщин принять участие в федеральном проекте «Старшее поколение», которое позволяет бесплатно обучиться новым профессиям. Идет набор группы «Офис-менеджер», «Делопроизводитель» и «Кладовщик». Занятия начнутся 2 сентября. Более подробную информацию можно получить по телефону 6 95 65, а также в Центре занятости населения Сарова по адресу улица Куйбышева, дом 19, дробь 2. С 30 августа по 1 сентября в Сарове пройдет чемпионат города по дартс. В программе «Пятиборье» – личные мужской и женские турниры, парные мужской и женские турниры и при наличии достаточного количества участников – командный турнир. Соревнования пройдут в Клубе «Прогресс» по адресу проспект Музруково, дом 2. Обычно простудными заболеваниями люди начинают страдать с приходом осени. Однако и нынешнее лето теплотой не радует. Утреннее солнце к обеду часто сменяется похолоданием и дождем. В результате перепады температуры и отсутствия соответствующей одежды в организме создаются благоприятные условия для размножения вирусов. Они, в свою очередь, провоцируют развитие инфекции. О том, как уберечь себя от простуды и что делать, если чувствуете недомогание, наша съемочная группа спросила у саровчан. Во многих регионах России эта неделя снова началась с прохладной погоды и дождей. Арктический воздух продолжает одолевать и Нижегородскую область. Непогода часто становится причиной простуды. О том, как не заболеть и быстро вылечиться, если это случилось, узнаем у саровчан. Ну, вы знаете, прохладный воздух, он всех как-то более оздоровляет, чем жара, поверьте мне. Кто здоровый, кто крепкий. Они уж и летом при солнце болеют, а кто к зимой не болеет. Это ведь все люди какие, вон в рубах зимой ходят. Одеваться теплее и чаще просто закаляться заранее. Почаще гулять, наверное, все-таки. Выходить, привыкать к такой погоде. А вот если так случилось, что уже заболел и простудился, знаешь ли ты какие-нибудь методы, чтобы прям быстро выздороветь? Ну, я думаю, можно есть варенье вместе с чаем. Во-первых, правильное питание, оно очень влияет на иммунитет сильно. Вот, поэтому питаться правильно, не загрязнять организм различными химикатами, которых сейчас очень много магазинов. Больше пить и ждать, когда все пройдет само. Чаем отпиваться, наверное, больше ничего не поможет. Есть витамины, можно, наверное, яблоки там всякие, все такое. Ну, надо пить, допустим, чай с малиной. Деваться надо, витаминки надо есть. Лимончик, чай с лимончиком обязательно. Чай с медом и варенье малиновое желательно. Больше всего это витамины С. Это ягоды с черной смородины, лимон, мед. Это самое главное. Мед, молоко, малина, больше ничего. Какими способами можно быстро вылечиться, прийти в себя? Быстро? Сомневаюсь. Быстро только куда-то уехать в теплые края, купаться и загорать. Чтобы ничто не мешало наслаждаться последним месяцем лета, одевайтесь теплее, набирайтесь витаминов и всегда сохраняйте позитивный настрой. Народные рецепты для вас собирали Дарья Кодина, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24. Несколько лет подряд саровских ветеранов в МФ приглашают в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня военно-морского флота. В этом году саровчане вновь приняли приглашение и привезли в северную столицу 14 стендов из Музея морской славы. Уникальные экспонаты посвящены жизни и деятельности адмирала Федора Ушакова. Подробности далее. В день ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте прошел главный военно-морской парад. Он стал третьим по счету. Впервые такой парад прошел в 2017 году. И по традиции командование ВМФ России и руководство Русской Православной Церкви пригласили Саровский музей морской славы принять участие в праздновании. В Кронштадтский морской Никольский собор была доставлена ракос с мощами святого праведного адмирала Федора Ушакова и Саровская уникальная выставка, посвященная главнокомандующему. Она у нас самая лучшая, то есть пока единственная передвижная выставка в стране, где реально вы можете пройти этапы от его рождения до современности. И так как это было сделано на основе нашей выставки, которая действует в Сарове, то в 2016 году у нас первая Русская Православная Церковь попросила сделать такую передвижную выставку. И с тех пор мы по стране путешествуем именно с ракой с мощами. Экспозиция адмирала Ушаков состоит из 14 стендов, но в этом году ее дополнили еще тремя. На первых двух Саровский ветеран ВМФ демонстрирует маршрут перенесения мощей адмирала в 2016 году. Тогда выставка за месяц была продемонстрирована в 11 городах. И фотоматериалы, как это было. Ну и еще плюс дополнительно мы показывали стенд по Николаю Герасимовичу Кузнецову, то есть этого нашего Угакуума военностового флота, и его роль в сохранении памяти Федора Ушакова именно в советский период времени. Но главный экспонат выставки – это единственная в мире реконструкция мундира Федора Ушакова образца 1803 года. Ветераны ВМФ создавали его более 10 лет. И даже смогли найти и воссоздать копию ордена Святого Януаря, которым был награжден Федор Ушаков, но который вы не найдете ни на одном портрете адмирала. В то время этим орденом было выражено только два человека в России – Павел I и Адмирал Ушаков. Павел I через год, вы знаете, убьют, орден пропадет. А Ушаков больше не рисовался, и поэтому и в этом изображении нет, не существует. И поэтому мы реально показываем, как по-настоящему выглядела форма Ушакова и как носились все ордена. Передвижная экспозиция Адмирала Ушаков пользуется у жителей всей страны большой популярностью. Только в первый день выставки в Санкт-Петербурге ее посетили более 17 тысяч человек. А к 2020 году главком ВМФ планирует сделать копии саросской экспозиции и тиражировать ее на все флота. В августе в теплом доме проходит акция «Скоро в школу». Ее цель – поддержка малообеспеченных семей с детьми-инвалидами, многодетных, оказание адресной помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, подготовка первоклассников к школе. В рамках акции пройдут различные тренинги и семинары, диагностика воспитанников, консультации для родителей, творческие мастерские и игровые программы. Подробности в следующем репортаже. Я нарисовала медведя и ежика. Медведь – он учитель. Он учит ежика считать. Кто-то еще отдыхает, а для этих мальчишек и девчонок будущих первоклассников уже начались занятия в школе, но пока в лесной. Задача педагогов Центра социальной помощи семье и детям – через игру подготовить детей к новому этапу жизни, научить их правилам поведения в школе и на уроках. Профильная смена лесной школы проводится в рамках областной благотворительной акции «Скоро в школу». Она состоит из восьми занятий групповых и индивидуальной диагностики, по результатам которой родитель может обратиться на консультацию к психологу, если будут выявлены те или иные трудности по готовности ребенка к обучению в школе. В рамках программы «Первая ступенька» педагоги и воспитатели проводят с будущими школьниками социально-реабилитационные занятия и индивидуальной консультации. Итак, закрываем. Там был ежик, котенок, мячик, дом, машина. В индивидуальной работе педагоги определяют уровень познавательных способностей ребенка и степень его готовности к школе. Параллельно идет работа с родителями. Проходят различные консультации педагогов, психологов, юристов с родителями по каким-то интересующим их вопросам. Будет проходить семинар-практикум для родителей. И очень многое проходит занятий именно педагогов со всеми детьми. Акция стала традиционной и проводится с 1 августа. Каждый будний день ребята посещают по 2-3 занятия в рамках проекта «Скоро в школу». Малообеспеченные семьи в рамках благотворительной акции получат подарки. Будет заключительное мероприятие, где каждый ребенок из семей трудной жизненной ситуации или какой-то другой категории получит пакет принадлежностей канцелярских. Работа с семьями и школьниками продолжится и в учебном году. За консультацией к специалистам Центра помощи семье и детям они могут обратиться в любое время. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова